Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я хочу попросить у вас прощения Будьте счастливы! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Простите, Бога ради, что тревожит вас своим письмом Но для меня это последняя надежда Писал и губернатору, он даже не ответил Писал главному прокурору А мне в ответ по сумму бумажку Вовсе правильно Писал у министра по песням А мне опять бумажка Вовсе правильно А как же правильно Когда Филипп не грех великий Давно утопилось бы Если вы не поможете Тащи дырявный шум Даже не с현абришил КОНТОС КОНТОС ПЕСАНІ ДОПИСА СЛЕДТО КОНТОС КОНТОС Я простая, русская женщина, развелась и всю жизнь лямку тянул. В деревне Слободка, Саратовская область, в школу ходила, когда время было, родители, как власть разрешил, трех коров держали, отец тракторист, мать старшая доярка, бригадир. Я восемь классов закончила в Слободке, а доучилась уже в Красноволжске, это в пяти километрах от нас, другое поселок, там же в Красноволжске. ПТУ закончила, затягником стала, все хорошо получало было. Голохоз место держал, пока училась, в детках не засиделась, вышла замуж, 19-ти не сравнялась. Мужик достался грех, смышленый, не пил. Батя себе его в бригаду взял, Петька мой аккурат из армии вернулся, в машинах разбирался. Познакомились, на автомокзале, в Саратове, я автобуса до Слободки ждала, а он к себе в Березники до дома ехал, а это на другом конце нашей области. А случилось так, что поехали меня приводить, а потом в воскресенье через два дня опять приеду, пошли с ним в Красноволжск в кино на танцы, а на обратном пути наши местные парни решили его проучить, чтоб навязался к чужим деткам. Ну, я в Кринг, а Петька мой, оказывается, боксом занимался, отделал наших холоков по первое число. Тут я решила, все такое пожизненадёгой стали, через месяц свадьбу сыграли, оставили дом, колхоз помог, отец с мамкой помогли, Да и парня-то, которые ещё не спилисты, они Петьку уважали, тоже пару недель-то парами помахали. И директор колхозов, он мужик дельный, вот всё водил к нам, кто из обкома партии приезжал, на дом показывал, мол, все деревни строят. Колхоз бег не стал, лесом помогли, да ладно, что-то хотите, короче, с улицами. Восемь часа родила я двое, мальчишек. И одновременно в доме каким-то спецнолококом заразили, и он через две недели помер, а в другом в вашем случае оставили. У него этот турист-то спецнолокок был, а что слава вообще. Субтитры делал DimaTorzok Девушки отдыхают Извините, конечно, что я так подробно, Мы счастливые были, Душа из болела, Ну пусть не как городские, У каждого-то своё счастье, А потом перестройку это придумали. Эх, всё красиво говорили, Земельные наделы нам выдали, Ну не сами наделы, а бумагу, Что нам три гитара земли полагается. Ну, мы пошли к председателю колхоза, Говорим, Ну, Степаныч, Показывай, где земля наша, А он дураками ругаться стал. Говорит, Вы чего? А, дурили? Ну, конечно, другими словами, Ну, вас в семнадцатую мало, Ладно, ну ли вы опять верите? Ну, говорил, Степаныч, Так вот, Бумага, А у вы Бумага, подотритесь, Её. Этька домой пришёлся, Всего напился. Хуже того, В забой, В забой ушёл первый раз. Ох, он ведь такие планы себе Расписовал. А потом как-то попривыкли, По телевизору сказали, Что колхозы переделы квартиры, Мы стали ждать. Мы стали ждать. Но это не только мы ждать стали. Все чего-то ждали. Молодёжь вся в город потянулась. Кто в кооператив какой? Кто на базар одежды торговать? Мужики все пили по-чёрному. Ну, Зарплату-то в колхозе не платят. А все поезды завезут, что? Цены такие, как будто мы Городские зарплаты получаем. Ню-ю-ю-ю! Тут я трубка несла. Федька говорит — Давай опу сделай. А я рожать ещё Дочку хотела. А хлеб раз в неделю завозят, и то не каждую, а пуще прочего нас обозлило, что газ до нас не довели, за три километра до слободки рыть бросили. А баллоны возить перестали? Можно, конечно, самим в Красноволшце за баллонами съездить, а соляры нет. Бинза. А керосину же лет десять как забыли. Ой, перестройка думала, колхоз развалился, петь кто пьет, ферму закрыли, коров забили, кормить все одно нечем. Тогда председатель колхоза наш Степаныч хоть и сам уже выпивал крепко, собрал весь народ и говорит, землю будем делить, хоть под суд пойду. Но тут началось, как в кино, спасайся кто может. Землю поделили, кольев набили. А походчем? Стали картошку собирать? А продавать некому? Можно, конечно, самим. А? Стали самогон все гнать, благо картошки, да черт, да. Но кто поумнеть, а, конечно, уже заранее поросями отзывили. Один-то самый быстрый, два десятка поросей купил, всю картошку у деревни запрошить за кровавство и домой своих тварей откормливать. Но наши мужики обозлились и подпустили ему красного петуха. Ну так, они и так, ну не сослабливые они вообще, они спьяные. Ну ведь обид достало. У них все плохо. А у него все хорошо. Это как высотки пил. У них денег куры не клюют, ну а мне на водку не хватает. А посадили Петьку. С него участковый с пьяну показания снимал, он и признался, что, мол, он. А я знаю, что не он. Петька, когда того кулака жгли, дома пьяный валялся. Но мне не поверили. Дали ему пять лет. Через три он вернулся. С туберкулезом смотреть страшно. А через два месяца Васю призвали. Военком сказал, что за два косаря брать не станет. А где я такие деньги-то возьму? Все продала, пока Вася сидел. И надо было передачки ж носить. И Васю надо было поднимать. Да всей деревней помогали кто чем мог. Попал Вася! Попал Вася! В Чечне. Я не знаю. Что нам там всем так надо? Но из нашей деревни шестерых в Чечне воевали! Троих в цинке привезли Васю без обеих ног Один пропал без вести Один пропал сорт Теперь Слит Двух хормян залезал Он их и так по черту видеть не терпел А тут еще они приехали Землю скупать Ну и подвернулись по первому телу Да под горячую руку И что мне теперь делать? Вы пиздецы Вы все можете Муж Туберкулезник Пенсия 650 рублей А на такие деньги Только клизму поставить можно А ему лекарства нужны Сын Инвалид первой группы Без обеих ног Пенсия полторы тысячи Мне работать негде Мне работать негде Правда бы то негде Я не буду как таджики на своих потрачить У себя дома живу Хотела, чтобы пенсию подняли Отказали Просила, чтобы С делом Петькиным разобрались Хоть и поздно уже Отказали И что же мне теперь сделать? Сделайте что-нибудь Мы же за вас голосовали Я из церкви ходить в целом Да что долго Батюшка говорит На том свете засчитаться А он, конечно, может быть Только в школе нам говорит Что Бога нет А теперь По телевизору Картусу Муза Говорит, что есть А в этом Точно Есть Вас-то я каждый день вижу Помогите А за страну вам спасибо Я верю Что Россия с вами Станет Самой великой страной в мире Мы еще и другим Отсталым народам Помогать Станем Санадерж Ай И Верой Марина Сергеевна Павла 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 ПЕСНЯ 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 Президент, мое прощение к вам продиктовать чувством ответственности за свою Родину, а не желанием получения каких-то нибудь преференций. Сразу скажу, что я не стремлюсь стать членом общественной палаты или тем более получить должность в системе исполнительной власти. Я ученый, доктор философских наук и политолог. Не принадлежу к своей группе коллег, которые постоянно мелькают на экраны в телевизорах, безуспешно пытаясь логически и псевдонаучно определить как политику государственных в целом, так и ваши отдельные решения. Наблюдая их интеллектуальные пируэции, невольно приходишь к выводу, что помимо второй древнейшей профессии, существует еще третья, прямо происходящая от первой из древнейших. Обидно и за науку, и за стропну. Смысл моего письма заключается в попытке привлечь внимание к тем системным ошибкам, которые являются очевидными. Это не управленческие решения, не те или иные эмоционально-полемические высказывания отдельных лиц государства. Это именно системные ошибки, допущенные при выработке общего курса восстановления российской государства. Многие министерства не только предлагают, но и осуществляют движение в различных направлениях. Мало того, если построить экономическую схему политической экономики различных ведомств, то мы увидим, что это отнюдь не прямая линия, а вигзагообразная, с частыми разворотами на 180 градусов. Такая схема строится по принципу системных координат, где ключевыми точками являются не цифровые показатели, а декларированные цели. Заложить схемы всех министерских ведомств одну на другую, мы увидим картинку, ничем не отличающуюся от графической модели бюлновского движения. Однако, важным является не констатация этого бесспорного факта, а выявление причин его порождающих. Причины этого полистические, если угодно, отчасти психологические. Монопольное положение. Партии любви к вам. Во-первых, делает невозможным жесткую дискуссию по тому или иному принципиальному стратегическому вопросу развития страны. Даже если есть оппоненты, их мнение можно попросту проигнорировать, так как на принятии решения оно не отразится. Вдобавок к этому исправление принятого ранее решения становится невозможным, так как однозначно разрушает имиджевую составляющую доминирующей партии. Во-вторых, психологическая зависимость такой партии от вас, больно или невольно, ведет к тому, что проводимые ей законодательные акты являются реализацией решений, принимаемых вами. Другими словами, если вы допускаете собственную ошибку, то вы вынуждены признать, что никакой системы фильтра, конкурса идей и элементарной системы тестирования ваших предложений объективно не существует. Проводя общий анализ ситуации в стране, необходимо также учитывать и отсутствие обратной связи при принятии решений между центром и регионами. Принципиально верная и стратегически корректная ситуация назначения губернаторов президентом страны из числа кандидатов, допущенных победивших на региональных выборах партий в реальных параметрах современной организации российского общества, оказывается малоэффективной. Оставлю, хотя и непрононсированная цель, обновление региональных элит, построение механизма ухода от застоя, снижение уровня региональной коррупции фактически не достигнуто. Как показывает анализ состоявшейся назначений, ни одна из составляющих этой цели, как правило, не достигается. Даже в тех редких случаях, когда происходит замена старого губернатора на нового, а таких фактов единицы, вновь назначенный губернатор является представителем тех же элит, которые поддерживали или держали в своих руках высшего главы регионов. Прекрасно понимаю, что вы полагали достижение и новый результат. Да, вы считали, если бы удалось избавиться от этих старых элит, то это смогут сделать и другие. Причина первая — вы человеку полевой и в принципе самостоятельный. Причина вторая — главное — вы в случае основным является не собственные качества, а давление московских элит, как прежде никто при новых возникших в ходе ваших. Вы вынуждены балансировать между корпоративными интересами различных группировок, главу субъекту с федерацией, лишаются возможности принятия самостоятельных решений. Таким образом они становятся простыми исполнителями ваших собственных решений, если, конечно, вы считаете, что исключить вашу собственную ошибку полностью нельзя. Основная проблема современной России — это ответ на концептуальный вопрос. «Будет ли российское общество строиться сверху или оно будет расти снова?» Вы избрали фермер. «За страны с тысячелетней историей различных умрадств — это путь тупиковый. Второй путь длиннее, гернистее и не дает шанса политическому лидеру войти в историю в качестве реформатора. Ответьте себе на вопрос, что для вас важнее. Чтобы потомки вспоминали вас как лидера, принявшего пару разумных декретов, так и нереализованных инертным обществом, или как лидера, который разбудил сознание массы и вымел?» «Да, всего лишь вы, российский народ, на путь ведущий к диму. Я понимаю, что подобные выводы не приведут вас в благодушное расположение духа, но создавать вам хорошее настроение — это не моя обязанность. Я сказала вам правду, и не тех людей, которыми вы себя окружили. Вы допустили, чтобы за вас кто-то решал, что вам следует знать, а чего нет. С уважением. К выбору большей части населения моей страны доктор философских наук, политолог Ксения Амировна Большо». ПЕСНЯ АПЛОДИСМЕНТЫ ПЕСНЯ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ В ТВ «Скрым» ПЕСНЯ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры подогнал «Симон» 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 Я люблю Россию. Иннократно побежали плохие чиновники. Регистрацию нет. Не рисует деньги отдана. За работу хозяин пойду. Что делать? Деньги хозяина пасет. Куда жалуются, кто поможет? Мы работаем в городе Москва. Мой муж, я третий сын. Плачет 4 год. Средний – 19 год. Старший – 16 лет. Я 32 год. Я еще малая. Моя муж, что же, молодая. Ему 40 лет. Я нещу, чтобы весь долг запретить на два черного. Я не жаловаться. Мы любим рус. Таджик всегда честный. Не воровать никогда. Выбирает и двор Москва. Снег чистит, лед колодит, мусор собирает. Рус нас улюбит. Говорит, никогда так чисто не было. А тогда они куда идти? Нас обзывать черный? В чуму русского. У них во двор тоже точек убирать. Они свой точек уважают, не обзывают. А чужой точек черный? Запреты на черный название. Я не жаловаться. Мы любим рус. Дома работы нет на рус. Работу дала. А еще детей школы не примут. Регистрация записана. А школы не примут. Адвокат сказал должен быть. А директор мужичей. Говорит, не принимай. Наркотик продавать лучше. Я ему влялся. Наркотик продавать не буду. А он говорит, я узнаю вас черный. Я Афгану Иван. Вы всегда обманете передавательность. А потом говорит не все правды. Тоже чуть-чуть хорошее. Бил на меня друг. Когда меня стрелять, от 9 километров на себя тащит. На другой он улицы не метал. Его всегда любили. А вас не верит? А Милиса и моя сестра доставила б на улице работу. Проститутка. А мы поехали в Москва регистрация негра. Милиса ее поймала. Терри для сама траха. Она взрослой. Ей двадцать лет. Ей не больно и не страшно. А потом ее паспорта давать бандитам. У себя два дня держать ничем не корми. А потом... Мужчина продавать. А она красивая тоже. Много денег платит. Много денег платит. А банки сказал... Через три месяца отпуска перерегистрация сделает. А теперь кот держит. Она устала. Каждая ночь три мужчины. Два аборта делит. Врач сказал еще сделать. Никто не вознал. Кто это, пожалуйста? Никто. А бандит не урус. Бандит кавказ. Бандит рус не любит. Говорит, что урус его сестра убила. А мы тетчик виноваты разные. Врача. Не упал. Говорит. Три preguntas. Сидим. Перед. Сидим. Когда ума. А родной брат, что говорила, в деревне совсем плохо, он поехал в Рязанское область, в деревню работу искал. Фермер его нанимал, хорошие деньги платил. За чешка смотри. Деревецкие мужики его пил. Говорила, ты нас без работы оставила. А брат, говорила, ты сама за эти деньги работать не хотела. А мужик говорит, мы не хотели наше дело, ты согласилась, мы отказались, сколько мы хотели. Четыре раз продырел на меня, теперь живет довольная. Народу нет никого, пустая деревня. Вся километр до фермер Хадиль. Зимой плохо, лесу трудно. Зимой плохо, пермер дотер. Баланска ждала, генератора купила. Свет ей, брат его любит. Говорит, к нам поезжай. Мед казался. Останешься в Москве. А сестра вам тебя отпускать, что ли? Он устроен, любит держи. Кормит. Работа в домах. Некоторые слова. Издавая указ, запрети на черный абстракт. Работа в домах. Говорит, собачай. Куржанр Шипаев Куржанр Шипаев Куржанр Шипаев Куржанр Шипаев Куржанр Шипаев Куржан Шипаев Куржанр Шипаев Куржанр Шипаев Куржан Шипаев Куржанр Шипаев Куржанр Шипаев Куржанр Шипаев Куржанр Шипаев Куржанр Шипаев Куржанр Шипаев Куржан 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 Шипаев Сколько народу по дороге поминах Рассказывать не буду На в советской школе учиться Вам это хорошо преподавали? Не то что сейчас Но об этом больше Привезли нас под Куржан Это сейчас вот Самара А вообще конечно Куржан Шипаев Куржан Шипаев Куржан Шипаев Куржан Шипаев На первое время Армейские старые палатки дали А так говорят Вот лес кругом строится Но мой отец Как и дед, так и прадед Всю жизнь печеньком был Замят надевая В такой суматохе В такой ситуации В профессии штурм Опять повезло Голодать не пришлось Соседи за печень Куржан Шипаев Я молодая девчонка Была 12 лет Отсюда дне имела как взрослая Нас всем колхозом писали Правда нас никто и не спрашивал И в комсомол меня приняли Мне надо раньше В 13 лет Я командовала женщинами Которым было по 40 Но я грамотная была Считала хорошо Потому что я не знаю Когда война кончилась Меня колхозом Учился отправить Но не в курсе А прямо в Москву Педагогический Я считала хорошо А когда На третьем курсе Включились Обычно зам По студентам моих Он инженера учился Вы Простите, что я так подробно Иначе не поймете Ни просьбу мою Ни причину По которой пришел Коротко говоря Вернулись мы потом В Куйбышев Нет, это я вернулась А муж попросил распределение На Куйбышевский авиастроительный завод Но работать я в городе не осталась Нет, но жили там и в городе Но в городскую школу Работать я не пошла Помнила Что там в деревне Мои сверсты И те, кто Стаж толком Не читать Не писать Не умели Муж был против Но я пошла В отком парте И попросила меня Перераспределить Именно в ту деревню В которой нас Тогда в поле Высадили Долг свой Перед этими людьми Чувствовала Особенно После победы Пошли Двадцать Километров Туда Вечером Обрат На автобус Потом Электричку пустили Легче Стало Иногда Оставалось Ночевать Мне колхоз В деревенском клубе Закуток Выдавалось Так я потом Шутила Неразум Что С Лениным Не одну ночь Придела Его Бюст Аккуратно В моем Путочке Стоят Но я так и опять Извините Отпекла Жили мы Как все Тяжело Но с настроением Я преподавала Математику А когда не было Учителя по литературе И этот предмет А не было часто Молодежь Которую распределяли Из города Три года отработают И уезжают обратно Мне трудно было Курс не менялся Лет 20 А вот После перестройки Стало сложнее Те книги Которые Мы Осуждали Теперь детям Преподавать стали Как я им Объяснить могу Когда сама Ничего не понимают Математику сократили Зачем? Ведь студентов Надо Со школьной скамьи Не воспитаны Ведь языком Каждый Болтать может А вот Станок Наладить Я Не говорю Чертеж Сделать А Гагарина В космос Отправиться Это Сложнее Я что-то Давно Не слышала Чтобы У нас В России Новый Самолет Раньше Ту Ил И Аны И Русланы И Извините Опять В глаз Два сына У нас родилось Мужем Один электрончик Второй Обезпроитель Старший Потом Не работал Так не и после Перестройки Тихохода За плату Не платят В магазинах Пусто Тихохода 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 Разрешили В Израиль Уезжать А он Загорелся Я ему Здесь Родина Он Мачеха А тут еще Антисемитизм Стал Открыт Но не со стороны Власти На улице Я нему объясняю, когда людям плохо живет, они во все века евреев обвиняют. Подожди, жизнь наладится, все пройдет. Вот-вот, пока все наладится, так жизнь не пройдет. Отец с ним совсем разговаривать перестанет. Так он все-таки уехал. Младший Иван, не удивляясь, Иван этот чисто еврейское имя, остался. Он тогда уже в корпоративе работал, но не работал сам хозяин. Отец совсем распереживался. Два сына инженера, один в Израиле, второй гиперные сигареты завозят, а он мечтал о династии. Он совсем расстроился и помер на полгода. Миша хотел до похороны отца приехать, так его не пустили. И что таким самым это смешное и страшное, что не пустил его мой бывший ученик Степа Попо. Он тогда КГБ Огунский возглавлял. Я пришла, он говорит, Елизавета Яковлевна, вы сами меня принципиальности учили. Я не учила. Так сын говорит, ваш родину предал уехать, что ему здесь делать? Я говорю, так я тебя и гуманности учила. Он говорит, а гуманность не вопреки принципиальности. Вы же, говорит, нам двойки ставили, хотя знали, что папка дома пороть будет. Ставили. Гуманно это? Нет, но принципиально. Мы вас за это уважали, уважать и вы нас. Ушла я из чая, получается, что я сама виновата, что Мишу моего на похороны отца не пустили. Так я хочу, хочу просить. Мне ничего не надо. Пенсия, конечно, у меня маленькая, но мне не надо. Иван теперь крупный бизнесмен. Он и брату помогает в Израиле. Жизнь тяжелая. Я сама видела страну. Я за школу просить хочу. Учителей в деревнях как не было, так и не было. Дисциплины точные, все сокращают. По литературе преподают бог знает что. Посмотрите сами учебники, поймете сразу, о чем я говорю, вспомните, как вас учили. Так главное, так это Миша. Он вернуться домой хочет. Нет ему жизни там в Израиле. Физик чужой, культура чужая, ценности не наши. Я не прошу ему ни квартиры, ни работы. Это Иван все лишит. Ну вот, гражданство наше вернуло. Это только ты и можешь. Прошу в моей правде не отказать. Я старая, мне помирать скоро. Вся моя семья, сколько историю предков помню. Всю жизнь в бывшей СССР или Российской империи жили. Вот все здесь, в земле и упокоены. Ты, ты, Россия. Я просто хочу перед смертью обоих сыновей долго пить. Англиша и для России полезен. Он очень хороший инженер. Если письмо будут читать ваши помощники, то прошу передать, если не само письмо, то просьбу президенту. Я имею на это право. Я своими жизнью, пятью десятью годами трудового стажа, это не служила. С уважением, Елизавета Яковлевна. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ 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 МУЗЫКА